Джон Уиклиф Джон Уиклиф – это одна из фигур, которая помещается в генеалогию реформации, в тот канон притечи реформации и святых реформации, который оказался востребован после того, как католический канон святых был отставлен в сторону. И, соответственно, эта фигура достаточно известна. Но он известен также благодаря той роли, которую он сыграл в становлении национальной литературы на английском языке, инициированным им переводом Библии и проповедями на английском языке. Но меня он будет интересовать с другой стороны, может быть, с стороны менее известной. То есть, с одной стороны, эта сторона все-таки достаточно известна. Для историков политической философии и политической мысли Уиклиф – это фигура вполне релевантная, вполне значимая. Хотя, опять же, значимая она, пожалуй, только для медиевистов, для историков средневековой философии. Если вы откроете какие-то обобщающие работы по «History of Political Thoughts» с Киннером, например, вы увидите, что Уиклифу там посвящен один-два абзаца. Но, по крайней мере, для средневековой истории философии – это фигура значимая. Но характерно, что медиевисты все-таки предпочитают его исследовать в русле истории идей. То есть, они берут из его философии какие-то политические доктрины, там, учения о бедности, да, или там, учения о пленитуде патристатис, да, о папской полноте власти, там и так далее, о суверенитете и так далее. И оставляют совершенно в стороне, на мой взгляд, один очень перспективный аспект, а именно отношение его политической философии к его экзогетическим сочинениям, в то время как, применительно к другим авторам того же времени или чуть более ранним, такая связка имеет место. Да, если мы обратимся, скажем, к Уильяму Оккому, то такие исследования есть, хотя они тоже последнего времени. То есть, в принципе, это такой вот последний тренд в медиевистике – искать взаимосвязи между учением о значении, между учением о смысле, учением о знаке и политической философии. Ну, применительно к Оккому это было сделать гораздо проще, потому что Окком сам эксплицитно написал диалог о власти папы и императора, в котором вопросы о политической власти были поставлены в связь с вопросами о значении, со способами толкования священного текста. У Уиклифа такой непосредственной связки мы не найдем, но при желании мы можем ее обнаружить. И это имеет смысл не только такой абстрактно-исторический или абстрактно-научный, потому что, в принципе, связь буквального смысла с политикой – это связь достаточно очевидная. Если мы обратимся к более поздним эпохам, то мы увидим, как значительнейшие политические события, политические перевороты инициировались или, по крайней мере, были связаны с такой вот пламенной защитой буквального смысла. Можно вспомнить в европейской истории, можно вспомнить реформацию, ее политические выходы, а в истории, скажем, Ближнего Востока мы эти последствия наблюдаем до сих пор, потому что там салафитское, наследующие ему ваххабитское богословие, оно основано именно на буквальной экзегезе Корана. Но это совершенно отдельный разговор. То есть это имеет такую актуальность, самую, что ни на есть ярко выраженную, политическую. Викклев строит всю свою философскую систему, как политическую, так и логику, и так далее, исключительно на Священном Писании. Нам, исходя из некоторых наших стереотипов относительно Средних веков, это может показаться естественным. Люди в Средние века все соотносили так или иначе с Священным Писанием. Однако в действительности эта конструкция была достаточно оригинальной. Значит, что конкретно делает Викклев? Он в самых ранних своих сочинений, еще с 60-х годов XIV века, он пишет, что все логические категории и грамматические, они все берут свое начало и могут и должны быть выведены из Священного Писания. То есть весь этот сложнейший аппарат, обновленный терминистской и схоластической логики, которую он имеет в виду, и который изначально развивался, в принципе, совершенно независимо от экзегеза Писания, из рецепции Аристотельского корпуса, что он весь может быть найден, имеет основание и прецедент в Священном Писании. С другой стороны, вся политическая философия также может и должна быть выведена из Писания, то есть мы должны оставить, не принимать в расчет, как истину в последней инстанции, ни комментарии к аристотельской политике, ни каноническое право, мы должны ориентироваться в первую очередь на Писании. Что же получается, когда эти вещи соединяются в него воедино? Значит, главная его категория в библейской экзегезе – это Virtus Sermonis. Это очень загадочная категория, очень расплывчатая, он никогда нигде ее не определяет, но мы можем встретить ее у подавляющего большинства современников, которые писали об экзегезе, но самая ее неопределенность обладает очень мощным эвристическим потенциалом. Значит, Virtus Sermonis – это категория, которая находится где-то посередине, между буквальным смыслом, интенцией, ну, собственно, категорией интенции, и словарным значением, то, что называлось сигнификацией у примария. Главный спор, в который Выклев здесь вступает, в котором он занимает позицию, заключается как раз в том, чтобы это Virtus Sermonis определить. И, значит, что здесь, какие здесь процессы происходят? Во-первых, да, вот этот вот предреформационный процесс слияния всех библейских смыслов в один, буквальный, да? Процесс, который мы видим уже очень отчетливо у Николая Лирского, автора очень популярной постилы, на библейские книги, на самом популярном комментарии к Писанию в XIV-XV веках, который, кстати, даже на Руси, да, имел некоторое влияние. Единственный смысл Писания, да, это смысл буквальный. Соответственно, все Писание должно быть истолковано в буквальном смысле. С другой стороны, да, значит, Virtus Sermonis соотносится с интенцией. Значит, оппоненты Выклева, такие как Окам, да, например, они считали возможным находить в Писании выражения и термины, смысл которых De Virtus Sermonis, да, в соответствии с Virtus Sermonis, является ложным. Да? То есть, таким образом, оказывалось, что есть, да, элементы в Писании, которые являются ложными, да, но они являются ложными только в этом специфическом смысле. Они делали это на том основании, да, Окам, в частности, что они признавали определенную автономию за языком. То есть, они считали возможным говорить об автономной логике языка, которая независима от интенции говорящего. Да, в частности, у Окаму в диалоге это приобретает такой вид, да, значит, чему посвящен диалог, что вот есть папская була, да, которая по интенции, по намерению пишущего, по намерению папы является еретической. Но форма текста, да, такова, что позволяет интерпретировать ее и в ортодоксальном смысле. Так вот, он пишет, что мы можем, да, интерпретировать такую булу в ортодоксальном смысле, да, то есть булу еретического папы мы можем перечитать, да, как если бы она не была еретической. Именно потому, что язык имеет автономию от интенций. Да, тут открывается целое пространство манипуляции с языком, то, что для Виклифа неприемлемо, да, потому что Виклиф увязывает свое понятие virtus ceremonis, да, свое понятие тем самым и буквального смысла, он его плотно связывает, спаивает именно с интенцией. То есть по Виклифу, значит, нельзя, ну, нельзя, как бы, нельзя говорить с двойным намерением, да, или нельзя использовать ложное слово, да, в облагих целях, да, для того, чтобы это было возможно, это слово должно быть истинным. Ну, в качестве такой, как бы, финальной, значит, финальной иллюстрации у Виклифа мы находим незамеченный ни одним из исследователей пример, который предвосхищает знаменитую статью Канта о мнимум правилах гатья с человеколюбия. Да, там воспроизводится вся та же ситуация, человек, значит, должен укрывать, да, в своем доме беглеца, спасающегося от разбойников, приходят разбойники, спрашивают, да, что, значит, должен им ответить тот, кто укрывает этого человека, должен ли им ответить правду или солгать, да, чтобы быть нравственным. И Виклиф формулирует это так. То есть, пользуясь эквивокациями и двусмысленными выражениями, он сможет не соврать, да, то есть он сможет, он скажет им ложь, да, этим преследователям. Поскольку, значит, фигуральные выражения имеют основания в интенции, а интенция его была истинной, он тем самым скажет правду. Тем самым мы видим, как формируются, да, в этой синкретической, экзегетико-политической литературе, да, две формы, две возможные формы манипуляций, да. Одну мы видим у Оккома, да, который исходит из предпосылки об автономии языка, да, возможности, как бы, пользования языком, который ни к чему не обязывает. Да, который не обязывает действительно думать то, о чем вы говорите. Да, собственно, это форма, которая будет иметь потом там блестящую судьбу, ну, скажем, в казуистике, да, иезуитской. А вторая модель манипуляций у Виклифа, когда, да, она на самом деле еще более страшная, да, потому что вы можете лгать, да, при этом имея истинную интенцию, при этом не образуется, да, как бы этого зазора между языком и интенцией. Вот. Соответственно, вот эти вот две модели политической манипуляции, это то, что мы можем извлечь, если мы поставим рядом, значит, политику и учение о логике и экзегезе, то есть вещи, которые традиционно сейчас пока рассматриваются отдельно. Продолжение следует... Продолжение следует...